Пожалуй, ни одна часть человеческого тела с древнейших времен и до наших дней не удостаивалась такого внимания, как ягодицы. Их то превозносили, то порицали, но никогда не оставались к ним равнодушными. Сейчас вы узнаете десятку фактов о пятой точке. Пожалуй, трудно найти на человеческом теле место, более подходящее для физического наказания, чем ягодицы. Порка ремнем по мягкому месту издавна была самой распространенной формой внушения отпрыском правил поведения в цивилизованном обществе. Причиной выбора именно ягодиц являются два фактора. Первый – ошибочное представление о малоценности попы. И второй – верное представление о высокой чувствительности пятой точки и ее способность переносить умеренные физические воздействия без вредных последствий для здоровья. В Шотландии попа была оружием устрашения врага. Наверное, поэтому шотландцы и придумали себе такую одежду, как килт. Все, наверное, знают, что носится он без нижнего белья. Таким образом, показом голой попы выражалось бесконечное презрение к врагу. Самые дорогие ягодицы у знаменитой певицы Кайли Миноук. Ее миниатюрная попка застрахована ни много ни мало на 4,7 миллиарда долларов. Немного отстает от нее Дженнифер Лопес – всего 1 миллиард евро. В среднем человек пускает газы от 13 до 21 раза в день, а некоторые черепахи умеют дышать через это место. В некоторых русских деревнях девицу, собирающуюся замуж, проверяли на крепость Зада весьма оригинальным способом. На табуретку клали грецкий орех. И если девица, сев на него, раскалывала скорлупу, значит пора. Интересно, выдержали бы такой экзамен современные девушки? 11% всех сломавшихся аппаратов для ксерокопирования в США и Европе выходят из строя потому, что люди садятся на них для того, чтобы проверить, получится ли сделать ксерокопию своей попы. Именно задница позволяет нам держать туловище прямо, а также быстрее прыгать и бегать. У женщин с полными бедрами дети умнее. В бедрах и ягодицах хранятся незаменимые жирные кислоты омега-3, которые способствуют развитию мозга. У женщин с формами этих запасов больше, что и имеет значение в формировании мозга ребенка во время беременности. Микел Руфинели является обладательницей самых больших бедер в мире. Их объем составляет 2,5 метра при весе женщины в 190 килограмм. В древнем Египте строго следили за тем, чтобы незамужние девушки не садились неприкрытой попой на необработанные камни. Считалось, что это может обидеть попу и тогда девушка не сможет выйти замуж. Но потом наступили тяжелые времена. В средние века попу начали прятать. Просто потому, что эта часть тела выглядела неприлично гладкой. Вместе с тем средневековые религиозные фанатики свято верили, что попой можно пугать нечистую силу. По их мнению, сам вид обнаженных ягодиц должен вызвать отвращение. Поэтому, если показать их дьявол, он непременно лишится всей своей силы и убежит. Американский художник из города Ричмонда Стив Мермер называет себя художником-ягодистом. Потому, что он создает картины своим мягким местом. Все просто, он наносит на попу краски и использует ее как штамп. В среднем работы Стива расходятся по 700 долларов за картину. Так что, кто сидит без работы, берите идею на вооружение и кризис вам будет нипочем.